Здравствуйте! В эфире программа «Место происшествия». Сегодня мы расскажем о самых громких происшествиях Калининграда и области за минувшие сутки. В студии Полина Степанюк. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В настоящее время лицо, виновное в совершении указанного преступления, установлено и решается вопрос о предъявлении ему обвинения. В Калининграде оштрафована строительная компания за смерть рабочего. Пассажир открыл дверь и попытался скрыться, однако тут же был задержан инспекторами и доставлен обратно к автомобилю. Кто бы мог подумать, инспекторы ГИБДД при проверке прав нашли у пассажира транспортного средства героин. Здравствуйте! 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 Я откуда знаю? Вы не вызывали? Я не вызывал. А где там живет? На битве живет. Ловись рыбка большая и маленькая. Молодые люди занялись бизнесом на остановке общественного транспорта. В Калининграде во время несения службы сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Митсубиси. За рулем транспортного средства находился 41-летний водитель и 31-летний пассажир. Внимание инспектора привлек именно пассажир, который заметно нервничал при разговоре. В результате остановки Митсубиси на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Подробности смотрите в первом материале нашего выпуска. Около двух часов дня на пересечении улиц Дзержинского и Аллеи Смелых сотрудники ГИБДД за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль Митсубиси. Инспектор попросил водителя транспортного средства показать документы на машину и водительское удостоверение. В этот момент сотрудник автоинспекции обратил внимание на подозрительного пассажира. После того, как инспектора сообщили пассажиру и водителю о том, что автомобиль будет досмотрен, пассажир открыл дверь и попытался скрыться, однако тут же был задержан инспекторами и доставлен обратно к автомобилю. Сразу на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. При личном досмотре у мужчины сотрудники полиции изъяли полиэтиленовый пакет грушевидной формы с порошком белого цвета. Согласно экспертизе, порошком оказался героин массой 17,5 грамм. Позже выяснилось, что мужчина ранее судим за хранение наркотических средств. Сейчас проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Елена Кивенко, Анна Николаевич, специально для места происшествия. 8 января 2013 года на строительном объекте во время проведения работ упал монтажник. Молодой человек пролетел 10 этажей вниз и упал в лифтовую шахту. В результате полученных травм он скончался. После нескольких проведенных проверок следствие все же определило виновных. На строительном объекте не было установлено ограждение шахты, а также само местонахождение не было обозначено предупредительными знаками. Молодой человек прошел по железобетонной балке перекрытия прямо к проему шахты лифта и наступил на край деревянного щита Настила, который опрокинулся. Когда приехала скорая помощь, 26-летний монтажник был еще жив, но в больнице он скончался. В настоящее время лицо, виновное в совершении указанного преступления, установлено, и решается вопрос о предъявлении ему обвинения. Калининградскую строительную компанию СМО-1 жилстрой оштрафовали на 30 тысяч рублей. На что готов, отвергнутый влюбленный, узнал на своем горьком опыте жительница Калининграда. Женщина рассталась со своим возлюбленным, а тот в отместку решил у нее украсть что-нибудь. Под предлогом очередного проявления чувств он пробрался к ней в квартиру и стащил новый ноутбук стоимостью в 20 тысяч рублей. Компьютер-злоумышленник продал неизвестному пока покупателю всего за одну тысячу рублей. Деньги мужчина пропил вместе со своим собутыльником. За этим занятием его и застали оперативники уголовного розыска. Теперь горе-кавалеру грозит уголовное дело. Потерпевшая написала на своего бывшего заявление и намерена довести дело до суда. В Калининграде двое молодых людей устроили точку по продаже живой рыбы прямо на остановке общественного транспорта. Проезжавшим на улице Суворова водителям они предлагали купить корюшку. А для того, чтобы прорекламировать свой товар, наглядно показывали, как ловили ее на удочку. Что случилось? Что, Юлиция приехала? Я откуда знаю. Вы не вызывали? Я не вызывал. А ты там живешь? В итоге живешь. Палатка у обочины дороги привлекла внимание многих автомобилистов. Со стороны могло показаться, что кто-то устроился здесь пожить. Хозяин Времянки – 23-летний молодой человек по имени Игорь. Говорит, что просто хотел согреться. Слишком холодный ветер подул. Вот и пришлось развернуть палатку. Коротал время он вместе со своим новым знакомым, который оказался более разговорчивым. Здравствуйте. 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 Евгений знает владельца палатки уже полчаса. За это время успел с ним подружиться. Теперь Игорь – его лучший друг. Молодой человек не стал скрывать. Здесь его новый знакомый торговал рыбой. Эту корюшку продавец наловил в заливе. Одна штука стоит всего 15 рублей. Здравствуйте. Молодые калининградцы. Молодые люди, немолодые и молодые люди. Здесь регулярно продают и не продают продукцию, которую они добыли своими силами. Своими силами добыли. Я за эту продукцию за. За рыбу. Я сам атлет. Я за белок за. Эта корюшка – экологически чистая продукция. Причем местного производителя. Евгений и его друг Игорь решили договориться о создании частного предприятия. И денег заработать, и полезную еду на рынок пустить. Палатка на время стала и в деловом офисе, где молодые люди проводили переговоры. Я тут стою минут 20. И вот они все время там отдыхали. Отдыхали и отдыхали. Так не знаю, что они делали, если честно. Вас не приглашали? Нет, они очень спокойно себя вели. Что меня крайне удивило. Никак вообще не проявляли себя. Проезжавшим мимо водителям показалось, что молодые люди ловят рыбу прямо на остановке. Они-то и позвонили в полицию с требованием проверить странных рыбаков. На деле оказалось, что удочки и ледорубы калининградцы в ход не пускали, но устроили возле обочины торговую точку продажи рыбы. Полицейские посоветовали начинающим предпринимателям заниматься бизнесом в установленных для этого местах. Рыбалкой я занимаюсь отдаленно как-то. Меня зовут Евгений, я живу здесь в двух остановках. Здравствуйте. Калининградцы. Денис Салантин, Анна Николаевич. Специально для Места происшествия. Денис Салантин, Анна Николаевич. А сразу после нас не переключайтесь и смотрите программу Служба новостей город.